Непростая игра. Всегда непросто играть с командами, которые тренирует Игорь Николаевич Ковалевич. И это сегодня не стало исключением. Сегодняшний матч. Много единоборств, много такой мужской борьбы. Никто не хотел уступать, никто не хотел проигрывать. Были моменты как у нас, так и у Немана. Хотелось, конечно, три очка, но результат сегодня на табло на ноль. Владимир Владимирович, первое питание. На кольке принципового сегодняшнего уровня было для вас с этой стороны? Обычный матч, за который дают три очка. Понятно, что я работал в прошлом году в Немане. Остались очень хорошие отношения с ребятами и с представителями тренерского штаба. Поэтому на поле сегодня в игре мы решали каждую свои задачи. Это вполне нормально и естественно. За полем, конечно же, никак эта игра, сегодняшний результат никак не повлияет. Мы дальше будем общаться и будем делать это с удовольствием. Вы относите к первому питанию, все-таки, про три балла. Команда сегодня сдобыла два балла или все-таки сдобыла один балл? Ну, сложно однозначно сказать. Еще раз повторю, что кому-то, наверное, было бы обидно сегодня проиграть. Поэтому, ну, как сложилось, так сложилось. А у Лома, и чего не хватило? Ну, не хватило, не хватило забитого гола. Были моменты, где Денис Садовский выращивал, но также были моменты возле ворот Немана, где удалось нам довести дело до забитого мяча. Поэтому без забитых голов не бывает побед. Поэтому где-то исполнительское мастерство длило у нас в завершающей стадии этапы. И пусть по стартовому складу, ну, достаточно, скажем так, ну, неизвычайно, правда, а не излишне. Например, ну, не было того же Кострова, Панси, Макося, ну, в первом тайне. То бы пусть с чем связана была такая аркировка и с чем обумолено таким выпадком одразу тройная замена поступности в другом тайне? Ну, у нас довольно плотный график и простые погодные условия. Поэтому где-то мы решили сделать сортацию состава для того, чтобы не теряя в темпе и в качестве наглядать давление на соперника. Была такая задумка, плюс знали, что Егор Зубович один из лучших попадающих, который вверху много борьбы выигрывает. Поэтому и Игорь Кузьминов, который в этом компоненте точно не уступает. И сегодня вышел со стартовых минут. Ну, где-то нашли, где-то потеряли, не совсем. Хотелось видеть сегодня то, что происходило на футбольном поле. Много не получалось. Были какие-то эпизоды, то, что мы требовали, хорошие. Но этого недостаточно сегодня было для победы. Конечно, трудно победить без ударов по воротам. Я вот сидел засекал, насколько. Знаете, за первый центр «Гомель» практически один раз только вдали по воротам. Вот, например, у меня, как журналист, как обывателя, можно сказать, не удовлетворяет игра «Головаши». Что вы можете сказать об этом? Ну, кому-то нравится кто-то, как играет, кому-то не нравится. У каждого есть свое мнение, это надо уважать. Это однозначно. Но мы на всех рассчитываем и пытаемся дать всем шанс, чтобы каждый футболист в нашей команде по максимуму себя проявил. Не всегда получается хорошо. Но момент-то получается здорово. То, что нет ударов, надо и отметить соперника. Это тоже команда достаточно квалифицированная. И в обороне играют люди, которые уже много поиграли и повидали на футбольном веку. То есть надо тоже это учитывать. Ну, понятно, что мы хотели возле ворот соперника сыграть более качественно и продуктивно. Но не всегда это получалось. Чтобы дальше расти, надо, конечно, совершенствоваться, именно учитывая свои ошибки, чтобы их не повторять, а какие-то положительные моменты закреплять, когда мы все будем идти вперед и игра будет улучшаться. И надеюсь, что в следующих играх будет приятно смотреть. И стремимся, чтобы было много ударов, много голов, много комбинаций. Стараемся болельщикам подарить положительные эмоции. Но, опять же, не всегда это получается к сожалению. Спасибо.